добрый день дорогие друзья гостевого канала купила на алиэкспрессе вот такую вот форму для саше флорентийского вроде так это называется и я не буду заливать его парафином хочу сделать гипсовые почему потому что я не буду пользоваться никакими ароматами не буду добавлять никакие масла потому что это очень индивидуально формы не измерила поэтому будем делать на глаз налила холодной воды и постепенно засыпаю гипс g16 вот самары засыпаю до тех пор пока вода впитывает как только я увижу что образуется горка и гипс не впитывается на этом этапе мы завершим идет пыль страшная в принципе так вот оставлю размешиваю что получила жидкая сметана еще добавлю немножко еще ложечку добавлю здесь все общее все на глаз делаю вот в принципе начинает подгустевать сбрызну средства вода и немного моющего так буду заливать и сразу буду украшать так пробуем заливаю так и будем украшать надо чтоб она и подготовила с холодного фарфора штучки розочки первый раз такое делаю поэтому если что я не виновата такую покладем заливаю рядом то же самое положим лепестки сухие и также положим розочки миниатюрные посмотрим что из этого получится у нас ну думаю должно хорошо получиться и еще у меня тут остается поэтому я размешиваю вот такие у меня получились саше сейчас я подожду когда гипс схватится и потом вы нему из формы вот наше саше уже немножко подсохло будем распаковывать вынимается как бы легко вот обратная сторона вот так вот висеть и надо это все сушить все сырое ничего еще не высохло нет на дело вот такие вот симпатичный гипс потом будет более светлый ближе к белому смотрите в принципе знаете что мне нравится я потом кое-где потом подкрашу тоже когда высохнет ммм 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 мм ммм 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 Ну вот, дорогие друзья, я тут много экспериментировала и покажу, что у меня получилось. Вот моя форма, где я делала гипсовые саши. И для наполнения я использовала всякие разные остатки из предыдущих проектов. Ну вот, допустим, вот здесь вот я использовала морскую тему, вот эти ракушки. Они у меня тоже вот лежат давно. Так, вот это вот папоротник, ну типа папоротника. Видите, я сделала много-много еще гипсовых маленьких таких вот деталек. Потому что, когда замешиваю гипс, то остаются остатки. И не выбрасывать же их правильно, я их закладывала в молды. Ну вот, допустим, вот это молд у меня вот такой вот девочки, такого ангелочка. Очень хорошая детализация. Смотрите, какая красота. Носик потерялся. Так, вот это вот у меня совушка, тоже купленная давно. Совушку я тоже сделала. Сейчас я вам ее покажу. Такая совушка. Вот я считаю, что очень даже неплохо получилось. Далее. Вот у меня в проекте были такие малинки, ежевички. Вот такие листики. Все это лежало от предыдущих, естественно, проектов. Я их здесь использовала. Осталось только покрасить. Далее, посмотрите. Вот такие вот розочки у меня во всех видео. Вот такие вот маленькие розочки я использую. Их у меня очень много. Я когда свободно, я их просто накручиваю, сушу. И вот использую для всякой всячины. Вот это вот у меня, это сухоцветы. И они пахнут, имеют аромат. То есть это продается в таких вот всяких штуках. Они бывают в пакетиках. И бывают, как сейчас, вот такой вот упаковочек. И они имеют сильный аромат. Я их купила давно. В принципе, я их особо не использую. Ну, так, купила для поделок. Вот. И теперь получается, что мои вот гипсовые изделия, они имеют запах. Вот этим гипсовым штучкам уже скоро недели. И они имеют аромат. Вот такой вот у меня интересная получилась. Саша. Это всякая-всячина сладости. Только осталось разукрасить. У меня их тоже очень много. Вот. Тоже остатки предыдущих проектов. Еще раз говорю, чтобы не пропадала масса. Масса, чтобы не пропадал гипс. Вот это вот у меня из массы сделано. Я вижу, когда уже начинает масса, ну, сильно вот становится плотно, загустевать. Вот. Я использую в молдах ее. Вот это вот масса. А вот это вот уже идет, это гипс. То есть все идет в дело. Дальше, да, вот такие вот всякие птички, сердечки. Ну, вы видите, много всего. Вот такие вот у меня цветочки. Я как-то показывала, как я делала холодный фарфор. Из рисовой муки купила. Такой молд цветочки. Я вот пробовала с ним кое-что делать. Вот посмотрите. Вот они у меня лежали. Остатки. Очень много я их сделала. Они у меня лежали. И вот посмотрите, как они вот интересно вписались вот здесь вот. Вот это вот я купила тоже новый листик. Пробовала, как он будет отпечатываться. И тоже вот его употребила, так скажем. То же самое малинки. По-моему, это малинки. Осталось только покрасить. И вдеть веревочку. Дальше вот такой вот еще я сделала штучку такую. Вот эта часть тоже от проекта. Я декорировала плитку. У меня тоже вот такой красивый молд есть. С такими вот листочками. Вот. Я использовала этот лист не полностью веточку. Отрезала. И посмотрите тоже, как красиво получилось. Вот эта розочка вообще лежала. Не знаю, многие-многие годы. Уже забыла, когда я ее делала. Тоже посмотрите. Я ее сюда употребила. И получилось очень даже неплохо. Тоже осталось покрасить, оттенить все. И сделать веревочку. Далее, посмотрите. Вот эти вот клубнички. Тоже у меня лежали долго. Я делала такое видео, как я делаю клубнички из массы ДАС. Вот. Я так и не употребила никуда эти клубнички. Потому что у меня там и большие. Еще много вот осталось. Смотрите. Еще у меня много этих клубничек. Даже видите, листики обломились. Вот эти клубнички тоже когда-то пойдут в дело. Пока что еще они у меня лежат. Вот, которые клубнички поменьше. И маленький листик я тоже сделала вот такой саше. И еще у меня тоже, тоже вот от молда. Видите, вот такой вот листик. Такая вот розочка. Тоже получилось очень даже эффектно. Все осталось только покрасить. Вот, еще посмотрите. Видите, я делала вот такие вот листики тонкие. Пока что отлила в гипсе их. Потому что они, кстати, ломкие. Вот такие тонкие, это ломкие. Надо делать из чего-то более прочного. Но для вот такой работы для саше они подходят. Если их уронить, то они разобьются. И еще вот такие вот черепашки. Тоже это все куплено на Алиэкспрессе. Вот тоже такая симпатичная черепашка. Тоже остатки. Еще раз повторюсь, остатки выливаю. Заполняю маленькие молды. И потом можно их использовать на ровной поверхности. Еще вот есть такой вот, такой мишка. Такой хорошенький. Тоже посмотрю. Надо куда-то тоже использовать. Вот показываю еще, что у меня получилось. Вообще этот молд просто находка. Мне он очень понравился. Представляете? Вот можно сделать таких саше. Хочешь запахом, хочешь без запаха. На милые подарочки. На милые презенты. Ну вообще, честно сказать, красота. Очень мало идет гипса. Сюда маленький расход. Также можно использовать остатки от предыдущих проектов. Естественно, можно что-то и новенькое добавить. Понятное дело. Но посмотрите, как красиво получается. Если вам понравилось мое видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы хотите, чтобы я показала, как я буду раскрашивать это все, то, пожалуйста, напишите комментарий. Я для вас сделаю новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok